Интервью со знакомой команды Равшана Аскерва, Генуэль Бабаева. Генуэль, ваша команда сегодня одержала яркую победу. Я вас в первую очередь поздравляю. Спасибо большое. Скажите, как вы считаете, за счет каких особенностей игры вам по-вашему удалось сегодня показать яркую игру и победить? Ну, мне кажется, что сегодняшняя наша игра как никогда была командной. То есть сегодня буквально все участвовали. Мне кажется, если попробовать посчитать, то каждый предложил хотя бы одну правильную версию на какой-нибудь из вопросов. Да, несколько правильных версий, к сожалению, не были выбраны нашим дорогим капитаном. Но в итоге такая игра, то есть совместные усилия, они привели к тому, что мы выиграли. Вы начали игру очень ярко. Счет был 2-0 после первых двух раундов. Именно вы принесли правильный ответ. Скажите, расскажите о том, как эти версии родились у вас. Первая версия придумалась как-то довольно быстро. Я никогда не могу проследить путь мысли, но вот это просто возникло. Со второй легче. Мне дал пас Аскеров. Он обратил внимание на то, что есть видео. Зачем есть видео? Ну и вот, посмотрев еще раз на экран, я придумала то, что придумала. Ну, несмотря на яркое начало, в ЭГЭ в конце игры проигрывали 4-5. Если бы не вторая дополнительная минута, то вы могли бы потерпеть поражение в сегодняшней игре. Скажите, вот с чем вы связываете такой вот разный характер игры, что сначала получается все хорошо, а потом вы начинаете проигрывать? С чем это связано, Паваша? Ну, мне кажется, что, ну, сегодня игра была волнообразная. То есть мы выложились вначале, потом в какой-то момент немножко, ну, даже по обсуждению это чувствовалось, что, ну, стало тише, меньше версий. И под конец вот этот финальный рывок опять нам удался, и мы смогли со счета 4-5 выиграть игру. Скажите, вот на вопросе телезрителей из Гомеля, когда нужно было найти кольцо, если сыграть в эту игру, команда всю минуту занималась теорией. Почему, как это происходило изнутри, как ваше видение? Почему вы не стали сразу пытаться что-то там найти? Ну, я не думаю, что было бы, ну, как это, ну, перспективно, если бы мы все шесть человек стали рыться в этом, поэтому, ну, мы как бы оставили эту часть Рошану и Лали, которые сидели ближе всех к миске. Ну, только у них был шанс найти этот ответ. А мы в это время попробовали остальные подумать по-другому. Может быть, ну, то есть, может, мы видим, что у нас есть, и мы попробовали придумать, аж каким может быть ответ на этот вопрос. В ходе обсуждения родилось несколько тоже достаточно красивых версий, как мне кажется. Давайте остановимся на подробнее моменте, когда Рошан Скера взял досрочный ответ, принес команде ту минуту, которая в итоге пригодилась. То есть, камера показывала вас, вы верили в то, что этот ответ верен? Да, я была уверена в том, что Рошан знает, что делает, но вот единственное, что могло его подвести нервы, я постаралась вот, ну, придать ему уверенности, чтобы он, ну, просто не потерялся в этот момент. В следующую пятницу вам предстоит финальная игра. Ваша команда еще, на самом деле, ни одной финальной игры не провела в клубе. Каждый раз правила были таковы, что вы даже две победы подряд одерживали, были близки к тому, чтобы три одержать, но в финале ни разу не играли. Как по-вашему, в чем будет отличие? Как нужно будет, иначе настроиться, может быть, на игру, как-то иначе к ней подойти? Ну, честно, мне кажется, что по игре разницы никакой нету, финал это или не финал. Ну, разве что будет давить то, что в этом случае, если мы проиграем, мы уже покинем сезон, насколько я помню. Ну, не совсем верно освидевлены правила. Вы уже одержали одну победу таким образом. Произойдет? Ну, все равно, наш первый финал, очень хочется, чтобы он закончился нашей победой. Ну, на самом деле, несмотря на то, что команда, конечно, еще сыграет в осенней серии, все-таки играть нужно, наверное, так, как это последняя игра. И я вам желаю удачи в этой игре. И так и показать такую же яркую игру, а результат уже посмотрим, как получится, как будет складываться игра. Большое спасибо, господин Уланов. Спасибо.